Добрый вечер. В эти выходные я наконец-то воспользовался возможностью отправиться на волю. Воля, она познается снова в путешествии. Это не когда ты избавился от жены и детей, сидишь дома на диване. Это, конечно, тоже разновидность воли. Но из категории «на свете счастья нет, а есть покой и воля». Вот здесь, видимо, покой и воля, а я сел на машину и поехал, поскольку в эти выходные как раз проходило мероприятие под названием «Волок». Волок выходные. В предыдущем месяце как раз все вернулись. Вот грандиозный Волок на порядка 10 тысяч километров маршрут отправился в апреле-9 мая. Закончился, вернулся он в Москву. Небольшая пауза. И люди от бездорожья не отвыкавшие позволяют себе такую роскошь, как тряхнуть всем на свете, за исключением старины, благо ее нет, сесть и еще разочек с интервалом получается в две с половиной недели. Поехать на маленькое разминочное этнографическое путешествие, которое в том числе и за спортивные мероприятия разряда ралли тоже можно принять. Машиной для этой поездки у меня был Volkswagen Amarok на автоматической коробке передачи. Это было очень интересно. Amarok давно не хватало автоматической коробки. Эта машина появилась только-только в 2013 году. Постоянный полный привод, что тоже скорее благо. И был такой чисто технический вопрос познания и любопытства, как же она управляется со своими четырьмя колесами на бездорожье, если у нее теперь нет понижайки. Раздатка есть, понижайки нет. Потому что у Amarok на ручной коробке, на жести ступенчатой, у него как раз есть понижайка. Огромный плюс. И у Amarok механического у него блокировка заднего дифференциала есть. Это тоже плюс. Так вот, приятно то, что у автоматического Amarok у него восьмиступенчатая коробка передач и тоже есть принудительная блокировка заднего дифференциала. Подразумевается, что межосевой блокируется сам. Там такой живет разумный халдекс могучего четвертого поколения. И он в состоянии решить вопрос, когда же ему нужно заблокироваться с тем, чтобы машина стала окончательно и бесповоротно полноприводной. Места. Место старта недалеко от Юрьев-Польского. В основном маршрут был Ивановская, Владимирская область от Москвы. Совсем недалеко. Но пейзажи фантастические, пейзажи потрясающие. И трудно, конечно, предположить. Хотя вот об этом всегда знаешь, всегда об этом помнишь. И каждый раз, когда видишь заново, думаешь, нет, ну не может быть. Ну не может этого быть. Не может быть, чтобы наша страна на такой небольшой дистанции от Москвы была до такой степени разорена, разграблена и изничтожена. Вот настолько уничтожить Россию на ближних подступах к Москве, все это порушить, поломать, бросить и опустошение такое оставить. Людей нет и брошенные деревни. Причем по архитектуре видно, что эти деревни дореволюционные. Это грандиозные дома. Это те самые большие дома, где одной общей крышей накрыто все и жилая часть, и скотный двор, и подворье, и даже гараж для всяких саней, сейлок, вейлок. Вот эти все дома, вот эти все знаменитые русские основополагающие села и деревни, которые держали страну, вот они все рядом, вот они здесь, три часа от Москвы, и они разорены, они уничтожены. И эти крепкие дома стоят, и даже стекла в них еще сохранились, и они пустые, там нет никого. У нас в Москве есть такая традиция, в больших городах есть эта традиция, в Санкт-Петербурге есть эта традиция, быть в курсе новостей, читать что-то такое в газетах и понимать, что, вы знаете, вот сейчас вот, например, случилась в стране революция, февральская, предположим, или контрреволюция, октябрьский переворот, во главе которого партия большевиков, мало кому известная, поскольку не самая сильная парламентская фракция. И люди, живущие в больших городах, они немножко в курсе, они понимают, что что-то произошло, и хотя они всегда понимают, чем это закончится, уже есть ощущение, что повод для тревоги достаточный. А вот представьте себе эту Владимирскую область, этот Юрьев-Польский, вот эти вот крупные села вокруг, там люди не особо интересуются, они и сейчас этим не заняты, не озабочены, и тогда не были этим озабочены. И вот стоит шикарный дом, хозяйство, большая семья, и вдруг приходит толпа голодранцев с винтовками Мосина и с каким-то нерусским человеком, с картовой манерой произносить неправильные слова, но очень громкие, с Наганом или с Маузером, и говорит, хозяин, да, значит так, ты сейчас быстренько отсюда, быстренько поехал, а мы тут быстренько сейчас у тебя проведем реквизицию. Он говорит, да почему? А это революция у нас. А ты против, да? И всех расстреляли. И вот по этим местам можно поехать, не углубляясь вдаль, вот она наша живая история, вот она наша уничтоженная страна. Так как по этому поводу очень правильно сказал Солженицын. Россия проиграла 20 век. О том, как именно Россия проиграла весь 20 век, очень хорошо видно на дистанции всего лишь 200, 50, 200, а иногда и 150 километров от столицы. Вот в 150 километрах, например, от Парижа, там достаточно цивилизованная картина. В 150 километрах от Берлина тоже ничего, в 150 километрах от Москвы разорение, нищета и убожество. Ну, за исключением коттеджных поселков, да, великолепных коттеджных поселков. А вот там истинная жизнь. И количество покосившихся, обезлюдивших церквей каменных. Каменную церковь ставили только в очень зажиточном селе, в очень большом селе, до горизонта. Вот поднимаешь на какой-нибудь холм, и в какую сторону не посмотришь, там вот эти остовы погибших церквей. А это означает, что рядом была жизнь, это означает, что рядом обязательно кладбище, а сейчас даже кладбища нет. Могилы наших предков изничтожены. Иногда на них, на могилах, посажен какой-нибудь садик, какая-нибудь петрушечка растет, а иногда нет. Вот это картина. Вот это открываем Россию заново, главный лозунг Волока. Можно поехать далеко открывать Россию и для России открывать себя, потому что далеко не вся страна знает о том, что все-таки жизнь-то еще есть. И в глуши на этот караван интересных машин смотрят с изумлением, и не очень трезвые люди поглядывают и спрашивают, А вы что это? А вы откуда? И ты им говоришь, а мы из Москвы. И для них это то же самое, что ты говоришь, а я с Марса. Потому что где это Москва? А где там этот самый, как его, ну, который как, а, Путин, да, точно. Что-то там они с этим вторым, как его, а, Медведев, да? И как это? И инновации. Они что-то там про инновации говорили. Это вот у нас здесь, на разоренной земле, эти инновации. Инновацию я это увидел. Недалеко от разрушенной церкви Михаила Архангела, Володятина, телефонная будка стоит. Вот из той самой федеральной программы телефонизации. Она работает. Я подошел, снял трубку, там написано, вставьте карточку, либо вызовите экстренную службу. Карточка, естественно, не продается, воспользоваться этим телефоном нельзя, но телефонная будка есть, и к ней даже отсутствует тропа. Я к ней продирался сквозь бурелом, потому что стоит-то она стоит, только к ней никто не ходит. И людей нет, и нужды нет. Но инновация посреди разоренной вот этой деревни Володятина, она стоит, вот она. Посмотри на эту инновацию, она есть. Очень хочется присесть рядом, что с Путиным, что Медведевым на заваленке в любой из этих деревень и спросить, Ну, так что тут у нас с инструментальным техосмотром для транспортных средств? Что тут у нас с ОСАГО, о которой вы говорите постоянно? А что у нас с безопасностью на дорогах, которых здесь нет? Вот мы для того, чтобы проехать, прорубались на полноприводной технике, всерьез прорубались в эти глушайшие места на дистанции слегка за 200 километров от Москвы. В Volkswagen Amarok у него мощный турбодизель, двухтурбовый, турбинка подхватывает снизу, то есть на нижних оборотах, турбинка подхватывает на верхних, и в диапазоне всех восьми передач под педалью такой запас. По шоссе едешь на Amarok это классная большая легковая машина, удобная, солидная. У него большая кабина, и это очень гуманный автомобиль, у него удобный салон для четырех человек, сзади сидеть наконец-то можно, можно даже ногу на ногу закинуть. Угол наклона спинки оптимальный, не нужно спину разминать, нет вот этого каменелого затекания всей спины и всего тебя. Можно спокойно ехать. Хотя и пятый тоже, ну, ему будет неудобно сидеть между, но тоже можно. По салону нашлось много мест, куда положить всякие скарпы, в том числе пристроить навигаторы. Три розетки в салоне, что очень удобно, потому что и антирадар можно поставить, и навигатор, и подпитать какую-нибудь еще другую электронику. В этом отношении тоже все правильно. Бардачка нету. В принципе, у машины там такая узкая щель для документов. Поэтому, конечно, конструкторы, извиняясь, должны были как-то по салону раскидать всякие другие площадки для оборудования. Машина настолько широкая, что до пассажира, сидящего справа, нужно тянуться. Ну, например, он застул и требуется вежливо его ущипнуть, чтобы разбудить, так нужно тянуться через весь салон. Это тоже благо. Очень хорошая плавность хода на дороге. И в целом, в диапазоне вот такой обычной размеренной езды московского городского пижона, оптимальный автомобиль, он быстрый и в вертке, у него хорошая тормозная, хорошая разгонная динамика, поэтому ты не выпадаешь из потока, если надо, ты в этом потоке лидируешь. Наступил на педаль, получил потрясающее ускорение. А вот насчет внедорожья как раз был вопрос. По геометрической проходимости, в общем-то, оморок низковат. И надо отдать ему должное, не мне, ни в коем случае не мне, как водителю, а именно омороку, ни разу я не зацепился за Ивановскую, либо Владимирскую область. То есть по геометрической проходимости все получилось очень достойно. Машина укомплектована обыкновенными дорожными шинами. И это самый большой был минус и самый большой подвох. Заранее было понятно, что именно из-за этого предстоит борьба, потому что трансмиссионные возможности, в принципе, рассчитаны на преодоление препятствий. Подробности после новостей. Волок выходные, открываем Россию заново. В эти выходные он проходил в Ивановской, Владимирской области. Автомобилем для познания России был избран Volkswagen Amarok с автоматической коробкой передач восьмиступенчатой. Вот эта восьмиступенчатость коробки, как-то она не широко афиширована. И это достойный плюс. Не ожидаешь от машины с претензией на утилитарность и помощь в быту целых восьми передач, как это принято сейчас у более элитных, серьезных и дорогих аппаратов. И вот на этой машине, на абсолютно дорожной летней резине, такие балетные тапочки с неплохим дорожным просветом в 249 мм, я как раз и отважился по русской грязи проехаться. Тем более, вы же заметили, дожди-то какие были. Ой, красота! Даже грязь не надо было искать. Она прямо тут начинается, за порогом. Перед тем, как сунуться на это бездорожье, я испытал несколько очень тревожных мгновений в поиске буксирной проушины спереди. Ну, сзади стоял дилерский фаркоп. Такая хорошая, несокрушимая вещь, она может, конечно, помочь в том числе и для эвакуации, но задом пятиться не всегда легко, не каждый раз там техпомощь оказывается, довольно часто техпомощь впереди. А получается, что спереди ухватить омарок не за что. Я полез на форумы, на сайты посмотрел, что по этому поводу в панике пишут люди, оказывается, чувство трепета испытали очень многие владельцы, не каждый сразу разгадал, где именно у немцев находится буксирная проушина. Оказывается, она справа к лонжерону крепится, в хитром месте закрыта лючком декоративным. Нужно отыскать. В зависимости от фасончика бампера, либо снимаешь половину бампера, либо этот лючок аккуратно вынимаешь, там резьба из ремонтного набора с отвертками и большими всякими железяками и домкратными ручками. Извлекаешь маленькую буксирную проушинку, которая одна на всю машину. Ее нужно суметь вернуть одновременно в два места, спереди и сзади. Ну, вдруг тебе нужно будет вперед, ты подбежал, вкрутил, потом тебе нужно назад, ты подбежал, перекрутил туда. Вот так будешь бегать вокруг машины. Я ее вкрутил спереди и еще ломом, на всякий случай, по резьбе так зафиксировал. Понадежнее, потому что было понятно, что пойдет бедняжка на разрыв. Благо, у джиперов принято, если что, морковку рывковым тросом выдергивать из грядки. И все было ничего ровно до тех пор, пока мы не выехали на поле. По легенде, пока оргкомитет прокладывал здесь трассу, поле предполагалось обычное, ясно, что сельхозное значение. Но пока оно еще лежало на выходных, ничего не делало. Но к нашему приезду его не только распахали, но и засеяли. Хорошо, что местные машины уже начали потихонечку его обкатывать, но после дождя слегка примятая пашня и легкая летняя балетная обувь для выгула по городу на Амароке, конечно, сложились в неизбежный пучок проблем. И если по-ровному еще можно, то небольшой изгиб местности, неважно, куда это, просто это вымоено, какая-нибудь лужа или подъемчик в горку, и все. Но алгоритм спасения. Нажимаешь на кнопочку, отключающую ESP. Потому что ESP хорошая, бдительная, если что, она придушит мотор, но на бездорожье это не надо. На моторе все-таки на крутящем моменте надлежит выезжать, даже несмотря на балетные тапки. Еще одна есть кнопочка, которая обезвреживает АБС и дает ей алгоритм, позволяющий при прочих равных условиях надеяться на какие-то электронные имитации блокировок. И третья кнопка трансмиссионного арсенала, это блокировка принудительная межосевого заднего дифференциала. Вот этот алгоритм я исполнил, и после этого замечательно совершенно мы с Амароком закопались. Но он старался до последнего, что он только не делал. Он надрывался, он кидался глиной, жижей, грязью. Мы даже более-менее взгромоздились на этот холмик. Там был перепад, наверное, где-то сантиметров 15. То есть весь потенциал машины, весь мотор, все эти 400 с хвостом ньютон-метров крутящего момента ушел на битву с резиной. Как бы была другая резина, конечно, машина показала бы себя в полном блеске. Потенциал для этого абсолютно однозначно есть. Резина, да, вот она такая городская, машина села, подъехала машина спасателей на Волоке. Это, как правило, машина Жень Константинова, это 79-й ленд-крузер с хорошей лебедкой механической, если что. Ну, он морковочным методом, то есть взяли стропу, затянули, придернули. На что Женя очень хорошо сказал. Говорит, ну, в общем, да, тут в 41-м году немцы тоже сели. Тут ображек, в нем 70 танков. По большому счету, весь танковый полк и остался. Никуда они не пошли. Ну, это немецкая традиция, недалеко это сельцо-осиновец. Это вот как раз под ним произошло, что в 41-м там немцы все утонули, что вот в 2013-м тоже очередной немец там сказал буль. Дальше все было гораздо проще, хотя понятно, что уж если и какое-то впереди виднеется внедорожное препятствие, желательно, чтобы оно было небольшим. То есть сильно раскишившую дорогу на плохой резине машина не преодолеет. Сильно раскишившую дорогу на хорошей, на зубастой резине, а морок преодолеет. А у меня в арсенале остается только одно. Красоваться фонтаном и высотой брызг из-под колес, благо преодолевать всякие небольшие препятствия, приходилось ходом. То есть вот как-то взять и переправиться на тот берег не получается. То есть разгоняешься, говоришь, ой, мама, и оказываешься уже на том берегу. Не важно чего. Реки, озера, лужи, море, океана или местного оврага, залитого водой. А морок молодец. В нем вот все сделано как-то очень гуманно. И идеология этого автомобиля, она современная. По этому пути вот сейчас в раздумьях стоит идти или не идти лендровер. Когда лендровер заявляет, что мы наконец снимем дефендер, ну, благо лягушонка с коробчонкой уже всех достала. Понятно, что по эргономике это либо у тебя будет проблема со спиной, либо с конечностями. Короче говоря, инвалидом ты точно станешь дефендер. Но хода подвески, полный привод, единственная блокировка, всякие варианты опций. Эта машина подразумевает, что она многое может. У нее все-таки еще остались какие-то первородные варианты простой механики, я имею в виду дефендер. И от водителя требуется определенный навык. А не пойти ли, сказал лендровер, по другому пути, когда водитель ничего не умеет, ничего не может и вообще не имеет представления о том, зачем он здесь и как он здесь оказался. За это отвечает машина. Новый дефендер следующего поколения измеряет визуально глубину брода, определяет, можно ему туда соваться или нет, берет спектральный анализ воды и иловых отложений со дна, после чего говорит хозяин, ну, здесь, пожалуй, можно. Хозяин наступает на педаль газа, и машина со всеми своими электронными чудесами выносит его на следующий берег. Вот оморок построен как раз по этому же самому принципу, когда ты не знаешь, наступит ли у него предел или нет, но он изо всех сил старается снивелировать твои недостатки, потому что очень многие водители, скорее всего, окажутся неискушенными бойцами с бездорожьем, и машина готова помогать. Говорит, пожалуйста, я все сделаю. У меня есть блокировки, у меня нормальный дорожный просвет, у меня хороший мотор. Я все сделаю. И я буду бороться до последнего. Но, знаешь, если я не смогу, то извини, я здесь сдохну. В отличие от того же самого Крузака 79-го, который вам говорит, нет, хозяин, ты сдался, а я еще, пожалуй, пободаюсь. Я тут еще много чего могу. Хотя, надо отдать должное, разница комплектаций. Один просто дорожный горожанин, который плюхнулся в сельскую вновь, а второй реальный боец бездорожья. Но вот это переход от одних тенденций к другим. Старый Ленд Крузер сделан в расчете на то, что водитель мастер, и этому мастеру в руки достается классный инструмент. Амарок построен по принципу, мастером можешь ты и не быть, я постараюсь тебе помочь изо всех сил. И к Амароку у внедорожников, у профессиональных оффроудеров, по большому счету, одна претензия, это мотор. Желательно, чтобы этот мотор был не двухлитровый 180 лошадей дизель с двумя турбинами, а какой-нибудь простенький атмосферник, ну так литра на 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот тогда можно будет на нем пахать, и тогда на этой штуке можно будет долго идти по реальному бездорожью. А здесь только рывками, скачками, потому что нужно в таком случае серьезно готовиться. И вопрос к двухтрубовому двигателю – это его ресурс. Никто пока не знает, надолго ли его хватит. Пока молодой, пока здоровый, очень неплохо справляется. Тем более, что потом, когда эта машина уже оказывается на асфальте, или на имитации асфальта, или на тех направлениях, которые тщательно заасфальтированы в мелкую дырку, хорошо идет. Плавность хода. Нормально шлепает своими летними тапочками по буеракам, и, не стряхиваясь с траектории, идет себе, идет себе, идет и идет. И молодцом. Сидится удобно. Да, климатическая установка, конечно, с своими чудесами, она тоже не очень знает, в какие ситуации попадет немец, поэтому она считает, что немцу всегда жарко. То ли он пиво пил, то ли мясо переел. Это сквознячок такой, очень своеобразный. Но, тем не менее, вот он, красавец пикап, умелых грани, с большим кузовом, достаточно высокий над землей, с хорошим мотором, удобный. И для повседневной езды с небольшим оффроудом подходит. Для того, чтобы всерьез углубляться на профессиональное бездорожье, да, надо готовить. Но, правда, любую другую технику тоже надо готовить. С тех пор, как в оргкомитет Волока вошла профессиональная лошадница, все чаще и чаще маршруты стали проходить мимо конных заводов. Заходом на эти конные заводы. В этот раз Гаврилов Посад. Конный завод, пока еще содержащий остатки Владимирских тяжеловозов. То есть, самой знаменитой породы, которой в свое время Советский Союз гордился. И Деволюционная Россия тоже гордилась. Причем, конный завод еще восходит к Государеву заводу времен Ивана IV. А нынешнее здание построено уже при Екатерине. Очень похоже на красивую белую крепость. Внутри которой пока еще есть маточное поголовье. Там порядка 80 голов. Нет некоторое количество производителей. И остатки племенной работы. Порода никому не нужна. Порода вырождается и деградирует наравне со всей округой. Наравне со всей страной, которая тоже никому не нужна. Но энтузиасты, еще несколько человек там остались. Они эту породу держат. Селекцией занимаются. И на эту красоту еще можно посмотреть, если знать куда прийти, пообщаться. Перерыв на новости. Телефон программы экипажный Финам ФМ 65 10 9 9 и 6. По вашей активности видно, что Москва опять насмерть стоит в Собянинских пробках. Продолжаем общаться. Первый у нас сегодня Игорь. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здрасте, Игорь. Большое уважение к вам, к вашей передаче. Спасибо вам. Вообще к радиостанции, которые можно назвать ярким лучиком в нашем темном царстве. Что мы хотим от нашего президента, если он сейчас здесь не в случае? Выезжать никуда не хочет. Если он даже нейтрологи читает по бумажке. Совсем работать люди не хотят. Не хотят. Давно не хотят. Но некоторые еще могут, потому что не вся же страна погибла. Хотя, насколько ощутимо она погибает, это, конечно, видно. И вот сейчас в этой поездке село. Представляете, такое здоровое село, в котором очень много дворов. И большая уронда называется. И в этой большой уронде центральная площадь, на которой стоит высоченный храм, колокольня фантастической высоты. И рядом несколько купеческих домов с первым этажом, предназначенным для торговли. То есть по проекту видно, что это не врезные окна более позднего времени. Изначально это была хорошая коммерческая центральная площадь. И вот местные купцы построили каменные дома с большими окнами, где, видимо, была какая-то торговля. И все это безлюдное. Пустые дома, пустая церковь и рядом памятник Ленину, как основоположнику этого терроризма против русского народа. Да, Сергей, мы только ездили в Саратов на машине сейчас. Я тоже видел вот эти церкви каменные, заброшенные. Подгибшие, да. Кресты, кресты по дорогам стоят. Вот я бы спросил у Путина, Медведева, кто ответит за эти символы смерти. Я сам чуть-чуть в Кювет не улетел, дороги нет, полное бездорожье. И это, в общем-то, большие дороги между большими и крупными городами. И у нас есть специальная структура под названием Автодор, задача которой сделать все эти дороги платными. Это политика государства нашего. Да, так что мы все же заложники всего этого государства. Ну, может быть, что-то и в наших руках. Ведь потихонечку мы тоже делаем свое маленькое дело. Если бы мы ничего не делали, страны бы не стало. А она есть, это не потому что они, это потому что мы. Да, благодаря таким людям, как вы, Сергей, таким передачам, потому что к вам все больше и больше присоединяются. И если там наша статистика, как говорит, средство массовой информации, на болотное пришло, на болотное там 20 тысяч человек, они не понимают, сколько есть не пришло, у которых сердце, и сердцем они там тоже. Ну, моя роль здесь, не надо ее преувеличивать, но сейчас действительно потихонечку, потихонечку есть небольшой пласт людей, не заснувших и не сошедших с ума, способных как-то потихоньку бороться, противостоять и не попустительствовать той деградации, которая у нас идет сверху. Да, все правильно говорите, Сергей. Так что я еще раз хочу поблагодарить, спасибо, что вы есть. Такие передачи, вот. А по машинам, в общем-то, у меня вопроса нет, я езжу на Солярисе, в общем-то, доволен, два года катаюсь. Машина, на мой взгляд, беспроблемная сейчас. А, кстати, Игорь, у вас же Солярис самых ранних выпусков, тот, у которого были недочеты по задней подвеске. Вы как-то что-то сделали с этим, или у вас просто нет этих режимов? Нет, я, на самом деле, ничего не делал, но как-то я не очень почувствовал это. Может, за счет того, что колеса вот эти, которые два больше, у меня 16-ые стоят здесь. Ну, либо за счет того, что вы ездите в тех режимах, в которых этого просто не видно. Потому что на большой скорости, от 100-120, машина начинает слегка мотать из-за мягкой задней подвески. Видимо, просто вам не приходится так носиться, оголтеть. Ездил, я пробовал и 150 ездил, но, правда, по ровной дороге. Вот, как-то как-то не мотало. Как, короче, решается какая-то проблема? У меня была проблемка только с кондиционером, микроклиматом. Он при длительной езде, вдруг куда-то воздух там был в районе Бардачка. Но сейчас я поехал в сервис. Решили, правда, с моей помощью. Сами не хотели, кстати, в интернете. Я нашел проблему, как решить. Сделаю сейчас нормально. Приехал любимый русский клиент, который знает технику лучше, чем сервисмена, и подсказал решение. Традиционная ситуация. А у вас машина автомат или механика? Автомат. И как вам автомат по динамике? Знаете, я очень доволен. Ну, единственное, конечно, если мягко нажимаешь на фейкдаун, то, конечно, резок нет. А вот если сбросить и потом резко нажать, то улетает просто самолет. Ну, естественно, как с любым инструментом, нужно уметь пользоваться. И у вас турбины нету, поэтому подхвата не будет. А мотор у вас 1,6, судя по всему. Да, 1,6, да. Замечательно. И мотор, конечно, классный. Причем, что здорово, он тихий, его не слышно в машине. И вообще двигателя не слышно. Да, да. То есть, казалось бы, шумоизоляция не выдающаяся, но мотор настолько интересно сделан. Да, он тихий такой, поэтому такое впечатление, что шумоизоляция хорошая. Да, а шумоизоляция, на самом деле, средненькая, но мотор тихий. Да, средненькая, средненькая, да. То есть, арочка там слышно, когда, если на песок попадаешь, какой-то. Да, да. Ну, в общем, в целом, я бы сказал, что твоя машина довольна. А вот как подвеску решить, может, вы подсказали бы решение этой проблемы? Во-первых, у вас этой проблемы не возникло, поэтому зачем такое лукавство? К чему от добра добра искать? Не трогай технику, она тебя не подведет. Но если вдруг в какой-то момент захочется, или, знаете, там меняются амортизаторы и пружины. Просто другие идут амортизаторы, перекалиброванные, и другие пружины. Если у вас там лет, не знаю, через 10, вы почувствуете, что пора поменять задние амортизаторы, вы неизбежно их поменяете на те, которые потом пришли на смену нынешним вашим. — Ну, а эти амортизаторы предлагаются на автосервисе? — Да, 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 да. Они так называемые 002-й генерации. Они есть 0000, 001, а это 0002. И тем более вы же человек пытливый, вы же не случайно разобрались с кондиционером, в отличие от сервисменов. К тому моменту, когда вам скажут, ну, пора бы амортизаторы поменять, вы будете уже вооружены точной информацией. В газете «Авторевью» по этому поводу очень много подробно было расписано, как, в какой момент, из какого дня на конвейер пришли новые амортизаторы, куда делись старые, и как вообще вела вся эта работа по адаптации и исправлению ошибок. Почитайте, посмотрите. Надеюсь, вам это не пригодится. У вас очень хороший, грамотный стиль вождения. Вы к технике с любовью. И она поэтому вам не подкидывает никаких неприятностей. Что, по крайней мере, очевидно. Алексей, здравствуйте. Наше любимое автомобильное имя Алексей. Здравствуйте, Сергей. Очень интересная у вас передача. Я вам часто вас слушаю. Много полезной информации. И возник вопрос. Стою перед выбором универсала. На данный момент глаз лег на Opel Astra G Sport Tour. Вот. Хотелось бы узнать, что вообще можно ожидать от этой машины. Алексей, а задачи какие? Что-то возить большое, тяжелое, маленькое, легкое? Ну, вы знаете, у меня где-то 60% будет выходить по трассе. То есть я, как бы, дачник старой закладки. Поэтому, как бы, очень много перевозок именно будет на дачу. Поэтому и выбирается именно универсал. Вы к этой машине уже аккуратненько подкрали сзади? Глянули туда в щелочку? Да, да. Пока что глянул. Ну и как? Вот размер этого, мягко говоря, скромного вместилища багажа не смутил? Ну, честно говоря, смутил. То есть если сравнивать по багажному отделению, в данной ситуации мне, конечно, больше нравится Octavia. Да, у Octavia ящик в два раза больше. Да, но Octavia, честно говоря, именно вот которая предыдущего поколения. То есть не которая вот-вот должна прийти, а именно та, которая сейчас выпускается. Она мне не понравилась, ну, во-первых, артистностью внутреннего салона. Ну, да, имеете право, да. Во-вторых, честно говоря, меня смущает именно вот эта семиступенчатая коробка. То есть как бы у нас на работе есть подобная коробка на машине, да, только на Volkswagen. Вот, и смущает вот эти рывки именно в городском цикле, в пробках. Ага, уже появились. А какой пробег у Volkswagen называется рабочего вашего? А, пробег 30. И на 30 уже прорывки пошли. Замечательно, скоро накроется медным тазом. Алексей, а QCit вы смотрели? Да, смотрел. Честно говоря, меня немного смущает жесткость подвески и небольшой клиренс. Небольшой. Но зато ящик покрупнее, чем в Астре. Потому что в Астре уж как-то совсем скромно. Либо уходить в класс D куда-нибудь к Мондео, но там деньги другие, что к сожалению. Да, вот в том-то и дело, что как бы по большому счету здесь можно выбирать либо Мондео, либо Passat. Это уже другие деньги. Ну, тогда уже сразу и Superb, который еще больше, чем Мондео, либо Passat. Да, да. Но это уже совсем другие деньги. И как бы не хотелось вбиваться за бюджет. Ну, если вот в Астре все остальное вы осознаете, что вам нравится, все ли удобно, красиво, материалы хорошие. И сама вся машина, ведь она же красавица. Она выглядит фантастически. Вот за эту внешность ей многое хочется простить. Машина настолько привлекательна внешне, что даже вы себя уговариваете ее преимуществами, несмотря на отсутствие серьезных пассажирских и грузовых возможностей. То есть вы на самом деле ведь занимаетесь чем? Тем, что пытаетесь себя уговорить, что «Ай, все равно она того стоит, ведь красавица!» В этом отношении да, красавица. Груза возьмете меньше, чем в Octavia раза в полтора. К сожалению. А новую Octavia ждать бесполезно, потому что пока она придет, пока ее на Нижегородском заводе научатся уродовать, кувалдой, ломать, забивать, пока подберут первые огрехи, вторые, третьи, четвертые, пятые, ну, вам уже нужно будет опять менять машину. Да, я вот, кстати, по этому поводу и смотрел, что сейчас выходит новая Octavia, да, и как бы была информация, что именно универсал на базе вот этой новой Octavia будет только в следующем году. И вот в том-то и дело, что пока они научатся ее собирать, это будет уже 15-й, а то и 16-й год, когда все вот эти огрехи уйдут. Причем собирать-то ее будут, есть такой слушок, что, может быть, даже ее локализуют у нас, потому что обычная Octavia, та, которая мы считаем ее седаном, а она на самом деле хэчбэк, ее будут делать в Нижнем, и не дай бог они туда еще универсал засунут, тогда вообще конец. Тогда, то есть, получится так, что мы остались с вами без Octavia. Купить ее уже просто будет, ну, мягко говоря, опасно для здоровья. А Форд... Кстати, почему и сказалось это и на Астрии, поскольку вот когда начали собирать именно у нас, несмотря на то, что машинокомплекты приходят, да, и уже казалось значительно на машине. Да, хотя официальная информация это опровергает, и тем не менее практика показывает, что там, где русский человек сумел ковырнуть что-то отверткой, это как раз стало булевой точкой автомобиля. Ну, и еще, кстати, есть у вас Chevrolet, который Cruze, если что. Ну, честно говоря, Chevrolet что-то мне... Вот внешне, да, а вот салон что-то мне как-то... Поскольку, Алексей, вам нужно будет в этой машине не каждый день возить объемное, но каждый день возить себя, то машина, которая вам понравилась, в данном случае Астра, она будет служить верой и правдой, в отличие от всех остальных менее симпатичных, которые на сердце ваше не легли. Поэтому Астра... Кстати, а насколько живучим машина повеситесь? Зависит только от одного фактора, только от человека. Вот когда кто-то, например, рассуждает серьезно о надежности, надежность одного и того же молотка в опытной руке и в неопытной рутке совершенно несопоставима. Сломать можно любой предмет. Если вы с техникой общаетесь на «вы», то, скорее всего, машина окажется менее надежной. Если вы с ней на «ты», вы с ней разбираетесь, понимаете, знаете, тогда, во-первых, вы сможете предвосхитить очень многие проблемы. Знаете, как иногда человек едет без колеса и думает, что-то у меня как-то не рулится. Наверное, надо бы в сервис заехать. А опытный водитель, он заранее проверяет гайки крепления. Надежность, она вот целиком здесь. И, ну, Астра, это не та машина, которая на роду написана умереть по факту рождения в нашей стране. То есть это не «Жигули», которая вышла с конвейера и тут же сдохла. Нет, Астра, это очень достойный автомобиль. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Вот первый раз дозвонился, до вас очень приятно. Андрей, а ваше отчество? Викторович. Да, если я Степанович, тогда Викторович. Здравствуйте, Андрей Викторович. У меня такой вопрос. Приобрел вот новинку «Санта-Фе», которую вот хотел спросить, как в целом автомобиль? Дизель, бензин? И дизель 2.2, турбодизель. Замечательная машина. Оставайтесь на линии, сейчас с вами пообщаемся после новостей. Телефон 6510996, у нас Андрей на линии. Андрей, вы «Санта-Фе» свою покупали, предполагая, что она внедорожник, или это в вашем представлении легковая машина? Ну, как бы внедорожник, потому что до этого был гранд-ритаров двухлитровый, поэтому вот как бы появился ребенок в семье и хотел побольше чуть-чуть машину. И как бы присутствует что в внедорожной качестве. Нормальный мужской подход к появлению ребенка – обновить еще что-нибудь в быту, например, купить машину. Некоторые делают другой ход, они покупают большой, хороший фотоаппарат, чтобы фиксировать ребенка во всех его первых и последующих шагах. Гранд-Витара была большим внедорожником, у нее была все-таки еще понижайка в раздатке. Согласен. И несмотря на то, что она была дубовая, спартанская и достаточно примитивная, она была надежная, очень напоминала агрегат Дусю. Она в этом отношении была способна пахать. Санта-Фе – это абсолютно легковая машина, это универсал повышенной проходимости, с очень правильным мотором дизельным, замечательный совершенно двигатель, просто один из лучших, наверное, на сегодняшний день. И если вы не будете забывать о том, что все-таки это не Гранд-Витара, то ни разу и не споткнется нигде никакие проблемы. У вас красавица-машина, у вас великолепный ребенок, у вас замечательная жена, и все это вместе и есть ваше нынешнее счастье. Что еще требуется? А вот по поводу виск-муфты, то, что нагревается при... Если вы полезете туда, куда я на Амароке к немецким танкам ездил, то, конечно же, вы со своей виск-муфтой станете рядышком и будете украшать собой действительность. Как бы часто выезжаем в деревню, там был скобус в Черноземье, приходится иногда к родственникам забираться, там вот прошлой осень я отдыхал в Обске, 9 километров по, грубо говоря, полевые дороги и еще где проехал трактор. На Сузуке я просто не думаю, что где-то затрям, но это молодец просто машина, я доволен в плане проходимости. Вот, я не знаю, стоит ли испытывать такое на Санто-Се. Если по-сухому, то вы там пройдете. Ну, по-сухому, понятно, но даже после дождя, как бы, еще, чтобы дорога так не сильно разлилась. После дождя, да, после трактора, нет. Если до вас успел туда кто-то в деревню водку свежую завести, то лучше не соваться. Я понял. Ну, а так, в целом, по мотору чувствуется вообще замечательно, динамичный коробка. Фантастический мотор, фантастический мотор, потому что с 2,2, 197 лошадиных сил, это очень правильно. И там крутящий момент потрясающий, поэтому хватает, в принципе, двигателя вам будет хватать во всех дорожных ситуациях. И по динамике эта машина, конечно, превосходит Гранд Витару. Потому что на 2 литрах Гранд Витара вы ехали, в общем, мешать-каневалка. Ну, бодренько, но бедненько. И расход приличный. Расход жуткий был. Здесь у вас расход будет другой. Просто всегда помните, что у вас очень красивая легковая машина. Еще у меня была беда, так и на Витаре, это 80 тысяч подшипник разошной коробки. Ух ты, ух ты. Ну, шестой год мне, как объяснили, что это у них болезнь такая была, сырые там какие-то подшипники. И потом еще в 90 тысяч меня приговорил дилер. Ну, я у дилера как бы не стоял, он на гарантии слетел сразу, но потом обслуживался у него. Приговорил, что тоже подшипник среднего моста примерно 50 тысяч. Подшипник раздатки обошелся 30 тысяч и подшипник среднего моста. Ну, вы тем более же сдались дилеру официальному, а все-таки задача официального дилера вас ободрать? Ну, в принципе, да. Ну, как бы на подшипники я не пошел, как бы продал ее. Ну, был небольшой год. А самое главное, что интересно, вот я хочу, может быть, пожалуйста, я приехал, а у меня гудит. Мне говорят, раздачная коробка, это у них болезнь 100%. Меняет мне подшипник раздачной коробки. Выезжая от дилера, то же самое гуд. Приезжая, я говорю, ну, как так? Я вам заявлял, что у меня, вы мне заявили, что 100% подшипник коробки. Вы мне теперь сейчас еще объявляете, что у меня редуктор. Ну, не редуктор, а передний мост. Ну, вот, как бы это все один гуд был в целом. Как бы мы не могли различить, что это конкретно. А, какие мастера. Это такая ситуация. Знаете, нам нужно было впарить вам подшипник, потому что сам по себе он достаточно дешевый. Денег мы с вас содрали. А представляете, если бы мы перебирали бы вам мост, вы бы у нас зависли на подъемнике на двое суток, сколько бы денег пролетело мимо нас. Поэтому езжайте куда-нибудь еще. И поэтому я был не уверен, что это был раздачной коробки подшипник. Потому что я, как таковое, к машинам отношусь очень трепетно. Поэтому нигде особо не стараюсь. Может, был бы это изначально подшипник средний мост. Личный доктор должен быть, а не официальный дилер, который на самом деле совершенно не заинтересован ни в чем, кроме ваших денег. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо большое вам за передачу, хотел бы сказать. Спасибо вам. И для вашего совета в выборе автомобиля движены. Выбираем. Сейчас остановились на двух вариантах. Схода в фабе. 1.6 на автомате. Либо эксклюзивный вариант. Потому что не как эксклюзивный, конечно. Вот машина, марка, которая не очень известна у нас в России. Сеат, да, Сеат, Ибица, но 1.2 турбированный ССАИ на ДСГ. Да, есть такое. Ну, машина-то, на самом деле, одна и та же. Платформа-то одна и та же. Ибица и Фабия – это родственники, абсолютно родные. В салоне сказали, что у Ибица более новая модель платформы, чем у Фабии. Фабия предыдущая, говорит, по-сламу. А что они должны были еще вам сказать? Они вам не рассказали, что Сеат к нам в страну приходил 8 раз, и все 8 раз очень мелко-мелко обкакался? Нет? Не сказали? Ну, я слышал про это сам. Жиденько-жиденько так. И теперь они, вот они теперь такие все себе замечательные, крутые. Разница между Сеатом и Фабией только в том, что один выглядит так, этот выглядит этак. Фабия привлекалась, Фабия, она более кубатуристая. Ибица, она, ну, в общем, нетривиально выглядит, довольно свежо и, может быть, в чем-то удобнее. Сам по себе мотор 1.2, Тиесаевский, он обалденный мотор. И в сочетании с ДСГ они работают как очень хорошо слаженный коллектив из двух трудоголиков. Мотор тянет, коробка замечательна, вовремя переключает передачи. И самое главное, что с 1.2 на Тиеса и с ДСГ у вас будет, ну, расход топлива где-нибудь так, литров, наверное, шесть. Они будут изо всех сил стараться вам сэкономить топливо. 1.6 двигатель MPI, который стоит на Фабии, да, это предыдущего поколения, он надежен. Вот с этим 1.6 MPI-овским, чтобы что-то произошло, нужно под капот гранату кинуть. Вот только тогда сломается. И, в общем-то, под жену безопасно и то, и другое. Вопрос, что нравится? Вот ей какая машина больше нравится? Ей понравилось больше Ибисто. Вот единственное, вот мы сейчас обсуждаем, что будет надежнее. Машину я хотел взять, ну, года на три как минимум. Евгений, скажите, у вас жена тихо, по ночам, тайком от вас не подрабатывает таксистом, частным бомбилой? Нет. Тогда не бойтесь. Тогда вашей супруге, скорее всего, она барышня трепетная и не оголтелая, и не носится, как ведьма в ступе на любой машине, поэтому на три года ей хватит любого автомобиля. Но в Ибице, который ей нравится, у нее настроение будет лучше, а щи после этого вкуснее. Ясно. Спасибо, Сергей. Еще вот вопрос, коротенький. Стоит ли ставить защиту от Картера? Потому что в салоне сказали, что не стоит. И якобы, ну, не дай бог, конечно, при аварии двигатель должен падать вниз, а не в салон. В основном планируются поездки по Москве. Вообще, конечно, да. Как только жена своей дорогой Ибицы на ушко шепчет, а поедем-ка, обнимемся с телеграфным столбом, тут важно, чтобы двигатель тихо покинул этот альянс и остался на дороге лежать. Но машина низкая. Иногда супруга ваша едет по дороге, смотрит, там лежит какой-то комок снега. А то, что это кирпич силикатный, она узнает после того, какие Картер снесет. Поэтому защита для женщины неоголтелой, нежной, подойдет нормально. Ставьте эту железяку. Правда, вам каждый раз за это будет наказание рублем. Как только вы приезжаете в сервис, вам говорят, маслицу нужно поменять. И вам обязательно в заказ на ряд. Да, это их любимое. Рублика в 300-600, но мы это обязательно сделаем, потому что нам так выгоднее, нам так лучше. Открыть дверь рубль, закрыть дверь рубль. А мы вообще в багажник заглянули, это еще 5 рублей. Это вот история самой категории. Но мы с вами можем что угодно выбирать. Жене Ибицы понравилось? Да. Даже не спорьте. К тому же еще там испанская сборка есть. Фен стоит зимой, что говорят, хорошо. Фен стоит, ну, правда, разочаруетесь с женой. Это немножко другой фен. Это не тот, которым она... Она может буквально это воспринять и будет ожидать, что все-таки там настоящий фен. Нет, она поняла, что зимой садишься и где-то через минуту-две уже более-менее теплый воздух начинает поступать. А волосы надо заранее дома уволить. Ну, нет, если хорошо воздух подается, то, в общем-то, прогреться, просушиться и дозавиться можно и в машине. Там же специально есть полочка для помады, для пудреницы. Ну, и вообще для пары пакетов с едой, если что. Ну, муж-то думает, иногда бывает вечерами голодный. Это для него. Имидс уберите, и там, тем более, такие цвета есть шикарные, такие яркие, такие настроенческие. А она будет очень довольна. А когда жена довольна, ну, вы же представляете, каким последствиям, в том числе и гастрономическим, это ведет. Данила, вы успеваете еще? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотел задать следующий вопрос. Меня интересует приобретение Альфа-159 из спортвагона. Ух ты! Духлитровый турбодизель. Вот, у меня выбор такой, автомат или механика. Вот, такое затруднение. А почему у вас, в чем затруднение? А, ну, по динамике, что лучше. Потому что у меня все автомобили были с механикой, и как бы, как бы, учитывая то, что это дизель, и, ну, его мощность, да, на оборотах, на низких. Как он, ну, как он, например, на механике будет совести в дальнейшем, на, ну, например, при разгоне. Чем хорош дизель? Тем, что у него крутящий момент гораздо выше, чем у бензинного мотора. Поэтому уж чего-чего, а с места он вас сорвет, будь здоров, с какой мощью. Ну, да, но в дальнейшем. В дальнейшем, в смысле, на пятой передаче? Ну, да. Или по прошествии 25 лет? Нет, по прошествии, там, пятой передачи, например. Если найдете неубитый экземпляр с автоматом, возьмите, не пожалеете. До завтра.